На прошлой неделе в сети начал распространяться видео фейк, якобы обращение полка АЗОВ, в котором бойцы обещают устроить теракты, если Голландия не одобрит соглашение по ассоциации с Украиной. В конце видеообращения бойцы сжигают флаг Нидерландов. Через несколько часов ролик был удален и перенесен на другой канал на Ютубе – «Патриот», недавно зарегистрированный. И это единственное видео на этом канале. Представители полка АЗОВа провергли это видеообращение, заявив, что с первого взгляда понятно, что данные лица никак не могут быть азовцами. На это указывает отсутствие полковых шевронов, нехарактерная униформа и другие детали. В АЗОВе особенно отметили, что больше всего на видео вызывают смех страйкбольные автоматы. Кроме того, подчеркнули, что с самого начала своего существования полк стоял на позиции единства европейских народов. Поэтому сжигать флаг европейского народосоюзника, а тем более с аргументацией «за ЕС» бойцам АЗОВа нет никакого смысла. Впрочем, такой смысл есть для России, которая готова всячески портить международный имидж Украины. Напомним, в апреле в Нидерландах состоится референдум по ассоциации ЕС и Украины, который хоть и носит рекомендательный характер и не является обязательным к исполнению, все же служит для того, чтобы узнать мнение граждан. Российские СМИ продолжают использовать детей для своих драматических сюжетов. В этот раз история о том, как в Берлине якобы трое, по другим источникам пятеро, мигрантов изнасиловали девочку из семьи российских немцев. 13-летняя Елизавета Фисенко якобы пропала 11 января, а нашли ее спустя сутки. И все это время мигранты насиловали ее и издевались, сообщается в СМИ. Российский Первый канал пошел дальше, у них была даже тетя Елизаветы, которая подтвердила показания. Также в сюжете Первого канала был показан ролик, размещенный группой Анонимы в Фейсбуке, где, по словам российских журналистов, новые немцы хвалятся изнасилованием другой девушки. Однако отметим, что ролик, который якобы утек в сеть, был опубликован в Ютуб еще в 2009 году. Группой Арийский фронт под заголовком «Турки откровенно говорят об изнасиловании». Более шести лет назад и известен на немецких форумах. Этот ролик не имеет отношения к прошлогодней миграционной волне. Чуть позже полиция Берлина опровергла как факт пропажи девочки, так и факт изнасилования. На своей странице в Фейсбук, отвечая на вопрос пользователя об этой истории, полиция ответила, что после расследования выяснилось, что никакого похищения или изнасилования не было. Больше они сообщить не смогли из-за приватности вопроса и личной жизни девочки. Далее эту информацию подтвердили и в пресс-службе полицейского правления Берлина, о чем сообщил сайт немецкой волны Deutsche Welle. У истории есть и продолжение. Как сообщает те же Deutsche Welle, теперь Ивану Благому, журналисту и автору сюжета о девочке, грозит суд. Потому что немецкий адвокат Мартин Людли обратился в прокуратуру Берлина, с тем, чтобы проверить законность сюжета Первого канала. По словам Людли, этот сюжет, сделанный в духе российской пропаганды, способствует разжиганию межнациональной розни. А таким образом, журналист, проживающий в Берлине и сделавший такой сюжет, нарушил немецкие законы. Украинские и российские СМИ активно обсуждали новость, будто бы на всемирном экономическом форуме в Давосе, Швейцария. Украинские банки были признаны наименее надежными. Издания ссылаются на отчет глобального рейтинга конкурентноспособности 2015-16 годов, в котором Украина якобы заняла последнее место. При этом СМИ не указали несколько моментов. Во-первых, в глобальном рейтинге Украина занимает 79 место, и это с учетом геополитической нестабильности в Украине, что отдельно подчеркнуто в отчете. Во-вторых, то самое 140 место – это только один из множества показателей под названием Soundness of Banks, и это результат опроса представителей украинского бизнеса. А сам вопрос звучал так – в вашей стране, как вы оцениваете устойчивость банков? Таким образом, это лишь субъективная оценка устойчивости банков украинским бизнесом, то есть клиентами этих банков. И пример привычной манипуляции от российских СМИ с попыткой представить материал из маргинального блога как мнение авторитетного медиа. Российское издание Украина.ру вышло с материалом малоизвестного американского автора Джека Смита о том, что Россия якобы главный игрок в Сирии, а Вашингтон обязан ее слушать. Сам материал оформлен так, что эта статья будто бы вышла в очень известном журнале по международной политике – Foreign Policy. На самом же деле, эта статья вышла в другом медиа – в весьма противоречивом издании Foreign Policy Journal. Издателем и главным редактором является Джереми Хаммонд, бывший учитель английского языка. В 2003 году он назвал себя независимым политическим обозревателем, а в 2008 основал блог Foreign Policy Journal, созвучный с именитым журналом. Это был выпуск StopFakeNews. Больше информации Вы можете найти на нашем сайте stopfake.org. Комментируйте, ставьте лайки, делитесь этим выпуском на своих страницах в соцсетях. Присылайте нам информацию, которую стоит, на Ваш взгляд, проверить. Также Вы можете поддержать проект финансово. Реквизиты Вы можете найти на нашем сайте в разделе «Поддержать проекты» и в описании к этому видео. Увидимся через неделю. Оставайтесь с нами. Субтитры подогнал «Симон»